Всем привет-привет, с вами Laplace, меня зовут Ульяна, продолжаем мы играть в Traveler's Rest. У нас вот-вот будет девятый уровень, да, я между сериями прохожу какое-то количество дней, чтобы мы могли именно самый сок вообще собирать, самые новые какие-то активности, какие-то возможности. И девятый уровень нам принесет возможность улучшить нашу таверну и какое-то важное событие посетителя, понятия не имею. На 8-м у нас открылись комнаты для посетителей, и, ну, в общем-то, открылись хорошо, я их доделала. То есть, в принципе, обставила. Давайте мы постучимся, чтобы все проваливали отсюда. Кстати, что мне интересно, так это работает ли метелочка, потому что я тут поставила золотую метлу, и она не работает вне комнаты. Что ты будешь делать? Обидно! Очень обидно! Я надеялась, что она за пять-то золотых будет все делать сама. Ну, ладно. На самом деле, есть возможность, видимо, поэтому она и есть. Надо нанять у горничного, который все, ну, кровати перезаправит и так далее. Он у нас просит десятку за комнату. То есть, мы сейчас 60 серебряных ему отсыпем, как с куста. А что делать? Что делать? Такая-такая жизнь. Ладно. Ничего страшного. Давайте глянем, какие у нас тут запасики. Какие-то запасики есть. Какие-то запасики есть, не очень большие. Все, видимо, чувачок все убрал. Молодец. Ну, а мы давайте глянем, что у нас тут. Какой-то хлеб. Какой-то алкоголь. Так, 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 так. В напиток, по-моему, можно уже вино делать, да? Розовое вино. Розовое, так, розовое давайте. Ничего туда. Все, что можно, добавим. Лимоны добавим, апельсины добавим, арбузы добавим. Шесть. Мало по количеству. Конечно, прямо слезы. Прямо слезы. А что делать? Ничего же не поделаешь. Ну, ладно. Вот сейчас вино сварим. А, кстати, ой, уже вино сварила одно. Вино сварим. И, наверное, дальше будем пиво варить. Просто потому, что его больше. Так. Больше вроде ничего такого тут нет. Ладно. А. Варись и чуменная каша большая и маленькая. Так, что я заметила? Я заметила по поводу комнат. Что чем лучше они обставлены, тем больше у них вот этот вот показатель комфорта. И, соответственно, за них можно взять большую какую-то сумму. Тут вот, например, 40, там 20. В чем тут 20? Вроде все то же самое стоит. Непонятно. Ладно. Так, ну, реально только винишко. Здесь 6. Подождите. Серьезно? А, ну хоть сюда его можно. Ладно. Хорошо. Ух. Так, тут нам намекают, что это какие-то популярные блюда, которые будут брать больше всего. Ну, и стоить они будут дороже. Ну, здорово. Хотя у нас и так все жрут вообще, что можно и нельзя. Подчистую нет такого, чтобы какой-то продукт у нас залеживался. Так, каша. Давайте еще что-нибудь посолим. Что посолить? Лук-порей посолим. Рыбу посолим. Что бы такое тут еще нелепого посолить бы. Чай, наверное, солить не будем. Так, не поняла. А, все, собирается. Хорошо. Соление делается прямо супер быстро. Так, по-моему, там была свинина, типа, такая, очень популярная. Поэтому давайте свинину солить. Вот свинин готовить. Лук-порей туда. Ну, немножко, я думаю, винограда, да, изюм. Изюм это у нас. И все. Все, да. Вино варится долго. Ладно, не будем мы, значит, ожидать. Я думаю, откроемся вот так вот. Сейчас надо еще сотрудничков пригласить, конечно. Не работать же в самом деле в собственной таверне самой. Хотя, знаете что? Пока у нас нет алкоголя. Уборщика нанимаем. А с барменом, а барменом сами будем. Да, это не сложно. Тык-тык-тык. Больше денег заработаем. Так, чувак хочет 40... 52. Да, забирай. 31. Можно тебе за такую сумму в коридоре? Нет. Шелгон. 35. Давай. Нет, этот вообще ничего не купит. О, 7 серебряных. Видели? Винишко стоит 7 серебряных. Ну, я не скажу, кстати, что это того стоит на самом деле. Потому что, конечно... Ну, очень мало. То есть вместо 25... Делается 7. Что это такое? Фигня какая-то. Это забьем. Быстро. О, уже желающие. Опа. Опа, опа. Недовольный. Не, нам недовольные не нужны. А, все. Ахаха, я его огрела метелкой прям как-то по инерции. Все. Я думаю... Так, 41. Давай. Вот, например, тебе комната. 53. Да что сегодня они дешевят? Нам, знаете ли, у нас вот сейчас уровень. Уровень. И... Можем улучшить таверну. Я подозреваю, что нас за это попросят каких-то вообще совершенно неприличных денег. То есть, если за новую пивоваренку просят 25 голды. 25. Я просто еще столько не заработала. Хотя я бы, да, поставила и новую печь вторую. Потому что, ну, вы сами видите, прям не хватает. И рук не хватает. И ничего не хватает. Хотя вот, когда сам работает, что нормально всего хватает. Я думаю, мы прямо сосредоточимся на свинине. Пускай. Все. И побежали, и побежали. Так, 31. Ладно. Что-то прямо сегодня не везет. Надо... Вкладываться дорого тоже. То есть, как бы... Каждая картина, которая немножечко повышает, она стоит там 30 серебряных, 50 серебряных. И логично, что так как места не очень много, тогда надо поднабить чего подороже. Все, винишко, я смотрю, кончилось благополучно. Скоро прибудет важный гость. Пока важный гость сходится в таверне, ваша репутация может значительно измениться. Заметьте, не вырасти, а измениться. Нажмите C, чтобы посмотреть календарь. Так, ну давайте. Очень важный гость. Ну, замечательно. И чего? Хоть бы написали чего-то. Типа, чего любит, пить, есть. Важный гость. Так, прибудет. Ну, ладно, прибудет. Через три дня аж. Не напугали. Совсем не напугали. Так, давайте теперь рыбьёку пожарим. Так, с чаем и... Где у нас такой парень? Нужно овощей, конечно, закупить. Тоже побольше. Качаются ингредиенты. Когда бармена нет, сразу хочется как-то на обед закрыться. Но нет. Работаем без выходных. Ну, либо просто бармена подключим. Тоже, кстати, вариант неплохой. Так. Ой, желающих, как они быстро кушают, а? 54. Чувак, вот... Что ж ты будешь делать? Маловато, видимо. Надо больше, за 54, больше им давать комнаты. Еще, видите, характеристик нету, какая комната. Сейчас попробуем. Так. 39. Ну, вот, чувак, ну, вот прям только эту дам. Только маленькую. У нас уже 22, если так округлить, да, грубенько. Хотя наш прекрасный горничный, конечно, откусывает по 8 серебряных в час. Что весьма-весьма много. Так, у нас там кто-то буянит. Кто-то буянит. Странная рагу, рыбная, сладкая. Кто-то буянит. Ну-ка, давай-ка пообщаемся с моей шваброй. Нет? Не захотел общаться с шваброй, решил миром дело решить. Так, ну, что-то... Мне кажется, сухо им без алкоголя, конечно. 52, во. 51. Что-то у меня с цифрами сегодня. 51. Все. Осталась, по-моему, одна комната. И можно будет вообще с чистой совестью прикрывать эту лавочку. На сегодня все комнаты проданы. Они, мне кажется, делают нам достаточно значительную кассу. Все-таки. За день. Даже несмотря на то, что горничная потом по 10 монет отхватит. Ну, чтобы не нанимать горничную, этим нужно заниматься, конечно, самостоятельно. А мы не очень любим самостоятельно делать что-то. У нас такая барышня, знаете ли, себе на уме. Ой. Подождите. А. Все. Я у меня уже заранее вот этот вот шухер начался. Опа. Шухер начался. А-ля. Надо включать быстро. Так. Последняя комната. Все, пошел. Молодец. Так. Тепло им. Хорошо. Тепло. Это хорошо. Я думаю, что мы сейчас закроемся. Все. Работаем, конечно, до последнего клиента. Но ты вот пошел вон. Сама дотру. Столы. Есть нам чем вечером позаниматься. Я думаю, у нас там огород неполотый. Это как-то обидно на самом деле, что важный гость придет только через три дня. Это какая-то прямо несправедливость. Я думаю, что мы сделаем... Опа. Вот это вот. Я говорю, ценники тут у них стопудово будут вообще неадекватные. Сделаем мы так. Я сейчас до этого гостя просто домотаю. Да? И встретимся перед важным гостем. Давайте. Итак. Немножко промотало. И сегодня у нас тот самый день, когда должен прийти важный... ой, даже очень важный гость. Ну что ж, заценим, заценим, что там за гость такой придет. Очень важный. Из чего ему надо будет пока, чтобы понять. Так, ну, перезаряжаем все. Все перезаряжаем, прежде чем выйти к гостям непосредственно. Так. Ну, вы там знания, навыки. Так. Вот такой вот какой-нибудь пилднер у нас. Вот такой вот какой-нибудь у нас. Что-нибудь, что-нибудь. Все. Так. Ну, пока что ничего нету. Никого нету. Ладно. Это хорошо. Это хотя бы не является. Без предупреждения. Всех выгнали. Сейчас мы загрузим полный штаб. И отправимся принимать гостя. Но сперва штаб. Да. Чтобы самому самостоятельно работа как можно меньше. Все. Давайте, ребятки. Приступаем. Приступаем к работе. Может быть, вот этот в челме. В красивом плаще. Я иногда отвлекаюсь и теряю своего персонажа. Она никак визуально не отличается. Ну, то есть она отличается, конечно. Она красотка невероятная. Так, сейчас мы пиво куда-нибудь. Во. Опа. 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 Уже. Это не ты ли, случайно, самый важный гость на свете? Может, король? Ммм? Какой королевка. Что-то мелкую комнату надо явно как-то преобразовывать. Она вообще никому не нравится. То есть ее прям за копейки готовы только брать. Давайте-ка мы, наверное, для нее что-нибудь подберегем. Так. Ну, то декор. Жалко, что тут фильтрануть нельзя, конечно, никак. Так, ну, например, флаг розы. Шикарно, шикарно. Видите, да? Видите, как у меня жаба давит? Полка под дон. Пускай будет плюшевый медведь. А кто там есть, кстати, единственное? Картины бывают... Картины в изящной раме. Два золотых. Два золотых. Заметьте, видите, да? Как я готова потратиться. Так, нет, догнать и ударить, и ударить. Пошел вон. 57. О, а тут можно уже поторговаться. Что у нас? Обалдеть. 19. Ух ты! Вот он! Зачем нужен жареный чумень? Ёлы-палы. Я таскаю его с собой. Понятия не имела, для чего он нужен. Конечно, беда. А у него, оказывается, стаут делается. Вот оно что. Ну ладно, сейчас мы сделаем много стаута, и все у нас будет хорошо. Наконец-то я прекращу таскать этот чумень с собой. Как сумасшедшая. 53. Нет, говорит, за такие деньги. А, давай, 48. Так, он готов 65 заплатить. Забирай. Самую большую. Что у нас там с кранами? Полный, полный, полный. Супер, вообще. Нормально, идем. Все есть. 70. Ничего себе. Какие деньги огромные платят. Нормально, мы к 30 уже приближаемся. Так, такими темпами глядишь. Или таверну улучшим, или кухню. Хотя кухня, например, тут просто размеры увеличатся. Поэтому плане таверну, наверное, логичнее увеличивать. Будет меда еще заказать. Ага, сейчас же. Забываю постоянно, что тут обязательно какую-то травку нужно. Муравку. Это не травку, а какие-то зерна. Так, чего хочешь? 64. Получите. Некоторые, видимо, просто не хотят торговаться. А может быть, сперва нужно поторговаться, а потом комнату выдать. Так, спокойно. Где гость важный? Я вижу красную пипку. Идет очень важный гость. И чего? А как интересно, может, он придет на лошади, например. Вот прямо в трактир. Чтобы показать свою шикарность. Было бы неплохо. Я бы на это, по крайней мере, посмотрела. Так, сусло для стаута. Все, продолжаем. Мне понравилась мысль, что можно израсходовать куда-то ячминь. Так, рагу. Не огонь дел с мяса. Ладно, будет овощной рагу и с изюмом. Тоже, наверное, не самая гадость. Так, у меня прямо уже начинает это бесить. Пообещали, что будет важный гость. Мы готовились. Видите, сколько еды наготовила. Специально. Вчера пораньше закрылась. А они не идут. Так, а тебе чего? Чувак, комнаты заняты. Заняты, все. Важный гость уже прибыл. Они отмечены золотой звездой. Берите, что это вернее. Все на должном уровне. Да у нас всегда на должном уровне. И без золотых звезд тут. О! Ну, какой молоток большой. Пришел такой, типа, мне хлебушка. Ничего себе. Хлебушка ему. У нас, знаешь ли, в золотой гости есть, типа, лучше чего-нибудь, кроме хлебушка. Я думаю, что ему не очень приятно, что я стою над душой. Пойду прогуляюсь за водичкой. Хотя я сейчас приду и все-таки буду стоять над душой. Мне интересно, будет ли что-то золотой гость, да? Может, еще чего возьмет. Может, скандал устроит. Буду стоять над душой. Или он сейчас так хлебушка поест, как в анекдоте. Сара, не секуру. Стою над душой, буду стоять. А вообще, предполагается, что не всегда, что ли, идеальная, ну, там, идеальная чистота и есть напитки и еда. Как бы, у нас-то верно. Да мы бы просто не добрались до девятого уровня, если бы было все не очень хорошо. Вот вы посмотрите, сколько нужно брать очков до следующей награды. 85 тысяч. А они дают по соточке. Это сколько? Это дофига. У меня очень много людей. Очень-очень много людей нужно обслужить. Короче, он реально будет сейчас сидеть, жрать кур. Так, у меня опять метла куда-то сбежала. Короче, она со второго этажа, видели, да? Она со второго этажа приходит подмести на первом. Так что я ее, наверное, переставлю куда-нибудь на первой. На втором этаже все равно она не убирается. Так, во, колбаски захотел. Хорошо, продолжай кушать все. И теперь я спокойно. Гость ест не только хлеб. А то, может, это какой-то супернищий бывший принц. Теперь можно спокойно что-нибудь. Шашлык. Чок. Нет, у нас нечего делать шашлык. Я же помню. Я же помню, с мясом не помню. Что, готовим рагу. Примерно то, что я в детстве ненавидела. Просто. А я сейчас гостей соберу искренню. Ну, ладно, может, есть такие же странные люди, как моя бабушка, которые могут реально есть просто тушеное нечто овощное. Ест колбасу. Смотрите, ест колбасу. Звездюль. Пускай ест. Ладно. Ну, я даже не знаю. Может быть, он захочет мне руку пожать. А я тут сейчас убегу, например, на огород. Там, между прочим, скорее всего, что-то созрело. Надо бы собрать. Все. А, еще хочу вот посмотреть. Репутация. Говорили, что увеличивается репутация. Быстрее, когда он есть. 298. Да. В два раза. Так. Тогда я хочу знать, когда следующий. Непонятно пока. Пока непонятно. Идеально в два раза. У-у-у-у. Так это интереснее намного играть, когда в два раза быстрее. Репутация. Так, это мы возьмем. Конечно. Вообще. Все, все забили. Весь инвентарь забили этими картинами. А повесить до снятия утра не смогу. Это было бы неплохо. О, ты куда? Хлебушка ему еще. Слушайте. Любит человек хлебушек, ладно. Всегда кушает хлебушек. Главное, что не кашу тут просит. Вот. Это прямо самое главное. Хлебушек, да хлебушек. Мы все-таки можем еще хлебушка приготовить. Раз есть такой спрос. Так. С фасолью, кукурузой и розмарином. Я думаю, зашибись хлебушек. Сусло для IPA. Ой, ну сейчас посмотрим, что там за сусло такое. Ладно. Это, видимо, оно здесь варится. Посмотрим, из чего оно делается. Так. Все еще сидит хлеб ест. Я прямо тащусь, как она со второго этажа спускается. Нет, точно ее надо перенести. Но это еще поймать ее надо. Видите, она гоняет тут по всем просторам. А потому что со второго этажа она слишком долго гоняет. Успевает тут как бы поднабраться грязь. Так, давайте смотрим сусло для... А, нет, это... D-I-P-A. Интересно, что это такое. D. Что нам нужен? Двойной хмель и светлый солдовый ячмень. Для этого. Никакого жирного ячменя, хотя тянется рука, конечно. Не скрою. Так, варенье. А тут продолжаем. Чего продолжаем? Продолжаем. Прям темное сусло варить. Все. Как там? Все еще? А, нет, смотрите. Вон уже ест рабу. Какой гость. Молодец. Вот я понимаю. Как ест, так ест. Так, что у нас прям полные краны. Все? Нет. К счастью, нет. Так, прохладно. Это опасно. Это опасно. Это самое опасное вообще время. Так, чувак, я сейчас до тебя доберусь же и ударю. Пошел вон. Старение он мне тут пользует. У меня тут важный гость. Все, тепло. Много бревен. Все, хватит. Тепло сейчас нагреется. Ой, так мы так с таким темпом-то наберем. Все, что надо. Так, рагу говорите, любите, да? Рагу, рагу у нас... Ладно, рагу у нас овощное. Такой себе вкусности, я думаю. Надо мясо заказать. Чего я... Чего-то ворчу, ворчу, хожу. А надо заказать просто мясо и успокоиться уже. Может, заказал? Нет, не заказал. Так. Мясо. Мясо и побольше. Так, мне 10 говядины, 10 курицы, 10 рыбы, 10 свинины. Вот, пожалуйста, отсыпьте. Как с куста. Так. Чего? Где? Куда пошел? Ты куда пошел, дорогой? И что, нам скажут, что он доволен? Будет заходить каждый день? Приведет себе маму и девушку? Нет, нет. Просто вот так вот поел и ушел? Ну ладно. Ну ладно. Все догнали, ударили человека ни за что, ни про что. Все это за то, что не был доволен обслуживанием. Поэтому вот мы такие, да, бьем людей за агрессивные, негативные комментарии. А я никого не бью за комментарии, так что можете мне писать комментарии. Да-да. Так. Во. Я думаю, можно закрываться, наверное, уже. Пытаться, попытаться закрыться. Главное один раз нажимать. А то я пока, ну, ждала, пока придет этот гость важный, который я так и не поняла вообще, какой толк. Ну, кроме, да, удвоенной репутации. Все, видите, неудвоенная теперь. Так вот, я два раза случайно нажала открыть и закрыть, и они все свалили. И навтыкали мне негативных минусов. Так, и вы тоже красавчики. Давайте оба пошли вон. Тут все, все на мази. Ну, смотрите, 35 тысяч, я думаю, скоро реально... Хотя вот, вот я говорю, надо улучшить таверну, надо улучшить таверну. Но знать бы, что там в ней улучшится. Если только размер, и можно поставить еще пять столов, то это фигня. А если там какое-то качество, да, какой-то коэффициент, то что бы нет. В общем, не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, сперва в духовку имеет смысл действительно вторую купить. Или в пивоварню вон, и угомониться на какое-то время. Хотя сейчас, вот прямо сейчас, не хватает крану. Ну, то есть вот прям вот у меня готово новое пиво, а лить его не будет. Так что, может, действительно стоит... А, нет, смотрите. Как раз, как раз допили. Мне кажется, у нас просто таверна стала поприличнее. Меньше пьют, больше кушают. Семейные люди. В этом все взял. Так, ну ладно. Я думаю, что на самом деле, так, человек, мы действительно, такой страшно приличный, в 11-20 вечера уже можно девушку и спать укладывать. И с вами, дорогие мои, прощаться. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока. Продолжение следует...